В одном из домов офицерского состава от ножевых ранений скончался мужчина. Скорую для пострадавшего вызвал хозяин квартиры, в которой и произошло убийство. Врачи сделать что-либо не смогли. Один удар ножом был нанесен в шею, другой в грудь. Первый же патрульный экипаж, прибывший на место, задержал владельца жилья на лестничной клетке. Подозреваемый сразу стал заявлять о своей невиновности. Мол, отдыхал в кафе, а как истекающий кровью человек попал в его запертую на ключ квартиру, не догадывался. Правда, одна версия сменилась в другой, куда более фантастической. Хозяин квадратных метров предположил, что случившееся не иначе, как происки спецслужб, в которых он якобы некогда работал. Его объяснения походили на бред сумасшедшего. С кафе приезжаю, открываю, дверь открыта, дверь. А я откуда замкнул? Мужчина лежит в поле. Я замкнул из Бэшки. Я знаю, что через два часа я выйду. Мы занимались другим делом. А у меня это чисто подстава была. Кто подстава? К мафии. Потому что я узнал, что моя жена так проститутка и дочка проститутка. Где? Иракии, Ганг. Как-то я узнал. Они уже думают, что я близко подошел. Орудие убийства «Кухонный нож» полицейские отыскали на лестничной площадке. Его убийца забросил за деревянный ящик, видимо, в надежде на то, что туда никто не заглянет. Остаться простым свидетелем у горожанина не вышло. Соседи подтвердили, что обоих мужчин хозяина и будущую жертву видели вместе. Шатаясь, они заходили в магазин. Это было за несколько часов до того, как к подъезду начали стягиваться чрезвычайные службы. Сейчас хозяином квартиры работают следователи. Мужчина стал главным подозреваемым в убийстве. В итоге он признал, что погибший горожанин ему знаком. В этот вечер 35-летний мужчина был у задержанного в гостях. Между подозреваемым и жертвой произошел конфликт, в результате которого хозяин нанес своему гостю два ножевых ранения в шею и грудь. Причины кровавой драмы пока не установлены. Задержанный продолжает проявлять фантазию и, как говорят следователи, фонтанирует взаимоисключающими версиями кровавых событий. С места происшествия Кирилл Новиков, Анна Карпова и Павел Рогатин.